Всем привет! Это канал Parfum4Man, меня зовут Алексей. На этом канале мы говорим о парфюмерии. У меня есть одна знакомая, которая когда принимает душ и использует гель для душа либо из той же самой линейки, что и ее любимый парфюм, либо гель для душа, который близко по звучанию к ее любимому парфюму. Вот в таких случаях она называет этот гель для душа предварительные ласки. И я ей сказал, знаешь что, дорогая моя, я твое это специфическое чувство юмора возьму и выведу в название ролика. Поэтому ролик сегодня называется предварительные ласки. И в этом ролике мы будем говорить о гелях для душа, которые близки по своему звучанию к известным, я уверен, к известным вам парфюмам. Будет очень интересно и особенно интересно, я думаю, будет вам услышать историю, с которой все началось. Поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте начнем. Итак, ребята, должен вам я сейчас некоторые откровенности рассказать. Я был в свое время большим поклонником гелей для душа АКС. Мне нравилось, как они ярко пахнут, как они вкусно пахнут, как они пахнут объемно. Я прямо получал удовольствие, когда принимал душ с этими АКСами. Но случилось так, что эти гели для душа запредельно как-то подорожали, но прямо очень сильно подорожали. И даже когда я встречаю их на всевозможных распродажах, я думаю, дано его нафиг. Я, в общем-то, не настолько вас люблю, чтобы этим умываться всегда. Да, я готов, в общем-то, поэкономить. И поэтому я последнее время действовал по такому правилу. Я приходил в магазин, я смотрел, какие гели для душа по АКС и покупал именно их. Слава богу, я экономлю на шампуне. И вот однажды, ребята, это очень важное начало на самом деле. Послушайте его обязательно, не перематывайте. И вот однажды я по какой-то там акции, по какой-то распродаже купил вот этот гель для душа «Фа». Он называется «Натуральная свежесть, бережный уход». Вот, собственно, и всё. И написано, что это ещё аромат белого чая. Всё. И моюсь я как-то этим гелем для душа. Я об этом, кстати, писал в своём телеграм-канале. Вот эту историю я рассказывал. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылки будут в описании и в первом закреплённом сообщении. Там контент практически не пересекается с тем, что здесь на Ютьюбе происходит. Там как бы у нас отдельная такая парфюмерная жизнь. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал. И моюсь я вот этим вот гелем для душа. И меня не покидает ощущение, что... Ну что я это знаю. У меня есть вот такой вот запах. У меня есть такой аромат. И в какой-то момент меня осенило. Ну, как вы видите, до этого какого-то момента я истратил ровно половину флакона. Это Армани Приве, Витивер, Дивер. Ребята, это очень близко по звучанию. Это прямо очень близко по звучанию. И по большому счёту, я об этом, кстати, тоже в своём телеграм-канале говорил. Вот если здесь отодрать вот эту вот наклейку Фа и наклеить Армани Приве, Витивер, Дивер. Сейчас меня Армани проклянут, да. И никогда не будут со мной сотрудничать. Они и так со мной не сотрудничают. Но вдруг собирались. То это могло бы легко встать вот в единую линейку. И я вот этой мыслью поделился со своими подписчиками. Мне несколько человек, у которых есть вот этот аромат. И которые купили вот этот вот гель для душа. Отписали, что Алексей реально похож. Вот прям реально похож. Это практически одна и та же вот линейка. И мне показалось, что эта тема интересная. И мне это показалось не одному. Спустя несколько дней, после вот этих откровений с Армани Приве и гелем Фа, я получаю письмо на электронную почту, где мне пишет мой подписчик и говорит, Алексей, я вам пришлю гели для душа. Попробуйте их. И если вам это будет интересно, расскажите об этом. Если будет неинтересно, можете не рассказывать. Просто проведите вот такой вот эксперимент. Проведите. Ну, пусть у вас появится такой опыт. И он мне прислал гели для душа, которые называются Шоген. Пять гелей для душа. Это марка Шоген. Мы к ней вернемся чуть позже. Потому что сначала я хочу вам вообще рассказать свои взаимоотношения. Это будет интересно, ребята, потому что здесь реально есть о чем поговорить. Здесь есть такие же необычные наблюдения, как и те, с которых я начал ролик. Вообще, производители парфюмерии, они же ребята хитрые и, естественно, любящие деньги. А хитрые ребята и любящие деньги стараются делать все для того, чтобы потребитель потреблял как можно больше и как можно больше денег производителю приносил. Поэтому эти самые хитрые ребята, например, владельцы парфюмерных торговых марок, выпускают не только ароматы. Я держу в руках сейчас один из своих любимых ароматов. Это Аквадепарма Колония Эссенца. Потрясающий цитрусовый мыльный аромат. Прям обожаю его. Некоторые говорят, что он слегка такой возрастной. Но вас в пень, ребята. Это классная вещь. И есть вот в этой линейке, и вообще у Аквадепарма есть много ароматов, которые поддерживаются банными линейками, где есть дезодоранты, где есть гели для душа, шампуни. И вот у меня есть вот такая вот Аквадепарма. Небольшой флакончик, небольшой формат. Сколько здесь? 75 миллилитров. Гель и шампунь два в одном. Они пахнут практически одинаково. Конечно, это совершенно из других ингредиентов собрано. Но по запаху, вот от душки здесь подобраны таким образом, чтобы напоминать звучанием очень-очень близко то, что находится вот в этом флаконе. Но, ребята, если вы захотите купить это отдельно, то это будет стоить достаточно дорого. То есть производители понимают, что вот на этом, что, собственно, состоит из не самых дорогих ингредиентов. Ну, потому что это просто гель для душа. Но они это начинают продавать дорого, потому что потребителю кайфово иметь у себя одну экосистему. И пользоваться и гелем для душа таким же, и потом наносить на себя такой же аромат. Можно, конечно, здесь поговорить о том, что данная комбинация продляет звучание аромата, но я бы немного усомнился, потому что гели для душа, какими бы они потрясающими свойствами не обладали, как бы они объемно не звучали, они все равно гели для душа и есть. И после того, как вы помоетесь гелем для душа и не нанесете на себя парфюм, гель для душа достаточно быстро с вас уйдет, и запаха не останется. Вот. Еще у меня есть, это просто сейчас я такую вводную даю, еще у меня есть вот такой вот набор, такая комбинация. Это молекула Эсцентрик 2. Эсцентрик молекула с Эсцентрик 2. То, что пахнет ирисом и вареной морковкой. Мне очень нравится. Моя сестра фанатка этого аромата. У меня есть такой же гель для душа. И он, ребята, стоил. Я его покупал года, наверное, 3 назад. И уже тогда я подумал, блин, что-то я какой-то сумасшедший, что это приобретаю. У меня одна такая вот баночка была в подарок подарена, а потом я еще одну, чтобы была одна экосистема. Видите, так мне хотелось. И еще одну я купил, и это стоило прям как-то дорого. Но у меня то ли настроение было хорошее, то ли, как говорят, некоторые деньги ляжку жгли. В общем, я купил. Это тоже по звучанию близко, но это совершенно не продляет звучание аромата. Не усиливает то, что потом будет вам давать сам аромат. Поэтому я бы не стал делать ставку на то, что гели для душа усиливают аромат. Но, безусловно, приятно мыться гелем для душа с тем же запахом, что и ваш парфюм. А теперь мы возвращаемся к марке Шоген. Вот к этим пяти ароматам. Я вам сразу скажу, что мне каждого аромата пришло, каждого геля для душа пришло в двух экземплярах. И сначала я хотел снимать новые баночки, а потом подумал, нет, все будет по чесноку, я вам прямо покажу, как я этим пользовался, и сколько я на себя этого измылил. Один важный и приятный момент. Вот в этих флаконах 400 мл. То есть вот в этих, вот в стандартных, обычно в магазинах 250, в этих 400 мл. Когда мне эти все гели для душа пришли, я, естественно, их всех попробовал, я их все понюхал, и мне меньше всего, угадайте, какой понравился, вы видите там уровень жидкости во флаконах. Мне меньше всего понравился вот этот зеленый. Я вам клянусь. Когда я попробовал вот этот зеленый, я с него и начну. Мне показалось, я его открыл, попробовал с флакона, вот из этой вот дырочки понюхать. То ли сработал какой-то триггер, то ли какие-то мои прошлые ассоциации. Но когда я увидел зеленый цвет, у меня мозг, мне начал подбрасывать мысли о том, что, наверное, это пахнет зеленым яблоком. Я это вдохнул, зеленого яблока не почувствовал, но мне показалось, что звук, звучание, какое-то такое химозненькое, ненастоящее, ненатуральное, и все равно, но это, мне кажется, мозг мне подсказывал из-за зеленого цвета, и все равно мне казалось, что с каким-то оттенком зеленого яблока. И я этим пользовался меньше всего. Но потом, ребята, когда вдруг... Да не было никакого вдруг, зачем эти лишние ненужные окрасы. В общем, в какой-то момент я решил его использовать. И меня он зацепил, и мне он начал нравиться больше всего, о чем и говорит количество жидкостей, которую я использовал. Этот шоген называется Арома. Арома, фреш, два в одном, шауа-гель, гель для душа. Здесь с обратной стороны написано, что гель для душа, шоген, арома, подходит как мужчинам, так и женщинам, экстракт ромашки, благотворно влияет на тело, смягчая и устраняя сухость кожи, насыщенный свежестью аромат, подарит заряд бодрости надолго, формула бережно очищает кожу тела и лица. Эти все тексты, в общем-то, понятны, они плюс-минус у всех одинаковые. Но, ребята, я стал улавливать знакомые ноты, знакомое звучание не с флакона, а когда уже все это дело напенил на мочалку и, собственно, напенился сам. Знаете, как это пахнет? Вот просто зайдите в магазин, я посмотрел, где это все представлено, это все представлено на маркетплейсах и в рознице, я, честно вам скажу, я глубоко не изучал, но я нашел, что это есть в Литуале. Сам я в Литуале это не видел, я просто у них на сайте увидел, что это есть. Зайдите в Литуаль, посмотрите, есть ли это на полках. Я думаю, по идее должно быть. И вот, когда я это все на себя намылил, напенился, я понял, что это пахнет, ребята, не один в один, но это очень близко пахнет к флер-наркотик от X-Nila. Представляете? Представляете? Мне даже сейчас с флакона это похоже. Конечно, здесь нет такого пиона, который чувствуется здесь сразу, здесь нет такого цветочного объема, но, ребят, это на мой субъективный взгляд, и я буду очень рад, если вы для себя подобное открытие сделаете. На мой взгляд, это реально могло бы дополнять друг друга. То есть, если вы фанат флер-наркотик от X-Nila, а я не считаю, что этот аромат однозначно женский, и я его ношу, плевать, что некоторые считают, что он прям в женскую сторону, я очень люблю этот аромат. И мне кажется, и я так делаю, что вот это звучание, оно легко может поддержать то, как звучит флер-наркотик от X-Nila. Это вот первое такое удивительное открытие, которое у меня с маркой Шогин произошло. Но, как вы видите, я этим моюсь чаще, чем пользуюсь флер-наркотиком. Ну, просто мне потому, что по кайфу. Это открытие было чуть позже. А первое, на что я обратил внимание в случае с этими гелями, на самом деле, классная идея брать и делать ароматы, как пахнет гель для душа, в направлении каких-то известных парфюмерных композиций. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, и обратите внимание на этот гель для душа, фанаты синих бутылок. То, что Блё де Шанель, то, что Версачи Дилан Блу. Называется вся эта штука Шогин Блэк Айс. И это уже два в одном Шао Гель Энд Шампу. Здесь написано с обратной стороны, что это специально для мужчин. Я не знаю, что там именно специально для мужчин. Может быть, что-то в составе есть специально для мужчин. Возможно. Возможно. Но я подозреваю, что речь здесь идет больше о именно парфюмерной составляющей данного геля для душа. Потому что, ребят, вот это, опять же, не думайте о том, что это звучит один к одному, как Версачи Дилан Блу или Шанель Блё де Шанель. Но это легко может поддержать звучание и Версачи Дилан Блю, и Шанель Блё де Шанель, и другие ароматы, которые в этом же направлении пахнут. Вот если вы пользуетесь каким-то таким ароматом из синей бутылки, я вам прям рекомендую вот эту штуку попробовать. И у вас, опять же, получится как бы единая такая банная линейка. Да, с другим брендом. Но зато вы это купите не за те деньги, за которые продаются гели для душа от тех же Версачи, например. Вот такие вот лайфхаки. Следующее, что я хочу вам показать, вот эти два я оставлю на потом. Светленький и такой, немножко желтоватый. Потому что здесь, я не понимаю, на что это похоже, но кое-что вам о них расскажу. Следующий Шоген, это Аква, Мэн Кэ, два в одном. Опять же, с обратной стороны есть надпись, что разработана специально для мужчин. Вот к этой надписи, кстати, разработана специально для мужчин. Мы вернемся, когда я буду говорить вот про эти две штуки и расскажу вам случай из спортзала. Вот это, знаете, как пахнет. Это может быть в одной линейке с Шанель Алюром Спорт. Это может быть в одной линейке с Версачи Ом. Опять же, ребят, не один к одному, но вот этот гель может легко дополнить вот такие вот свежие мужские объемные ароматы по типу Шанель Алюром Спорт и Версачи Ом. Аква называется он. Ну и теперь, собственно, к двум последним. Я хочу вернуться. Я не понимаю, что они напоминают своим звучанием. Я не знаю таких ароматов, либо у меня не случилось вот этого озарения. Я не понимаю, на что они похожи. Это Шоген Голст, то есть привидение, Мэн Кэр, два в одном и гель, и шампунь. Это пахнет тоже свежо, немножечко больше в мыльную сторону. То есть, если здесь в такую сторону свежую, то тут немножко в мыльную сторону и, как мне кажется, с каким-то оттенком таким лимонным. Приятно, но я не понимаю, какой аромат, какую парфюмерную композицию это напоминает. Что касается вот этого, который называется Экстра и тоже написано Мэн Кэ. Он тоже звучит свежо, но немножко в такую пряную сторону. Вот это мне ничего не напомнило, либо я не знаю таких ароматов. Но вот с этими двумя гелями для душа у меня случилась следующая история. Я хожу в спортзал неподалеку от своего дома и, ну, те, кто ходят в спортзал один и тот же достаточно регулярно, знают, что в спортзале постоянщики, они друг друга знают, они уже такими корифанами по спортзалу стали и какими-то новостями обмениваются и так далее. И вот однажды у меня случилась в спортзале такая история. Я пришел в футболке, в которой я ходил накануне и на этой футболке задержался аромат, от которого я прям фанател. Небольшое такое отступление спин-офф и сейчас фанатею. Это Шалимар от Герлен. У меня в парфюмированной воде он есть. Аромат потрясающий. Я считаю, что это абсолютнейший унисекс, невзирая на то, что он продается в мужской линейке. И вот случай в спортзале. Я в спортзале в этой майке, а она прям вот прям пахнет этим ароматом. И меня мой друг по спортзалу Виталий спрашивает «Леха, что за парфюм такой классный?» Я говорю «Виталь, это Шалимар от Герлен. Напиши мне на листочке, я не знаю, что это такое». Я говорю «Я тебе сейчас пришлю сообщение в WhatsApp-е». Он такой немного, ну и не сказать, что возрастной мужик, но такой немолодой. Или правильно он моложе меня, но он такой как это правильно выразиться, такой мужиковатый. Вот. Я ему отправляю название этого аромата. В следующий раз мы с ним встречаемся в спортзале и он мне говорит «Блин, ты видел, сколько он стоит? Я что, больной что ли покупать аромат за такие деньги?» И он еще бабский. Это бабский аромат. «Ты что, Леха, ты что?» Я говорю «Виталия, нормальный аромат вообще отстанет меня». И мы с ним разговорились по поводу парфюмерии. Он пользуется, кстати, Бандерасом Blue Seduction и вообще в восторге от этого аромата. И он говорит «Мне надо, чтобы вот прямо было по-мужски», говорит Виталия. «Мне надо, чтобы если это дезодорант, чтобы было на нем написано для мужиков. Если это гель для душа, мне нужно, чтобы было написано для мужиков». И вот когда мы поговорили с этим Виталием, я понял, что реально ведь существует огромное количество мужчин, для которых крайне важно, чтобы на флаконах духов, на флаконах с парфюмерией, для того, чтобы на дезодорантах, для того, чтобы на гелях для душа, обязательно было написано для мужчин, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что это какой-то унисекс или вы чем-то женским там пользуетесь. И вот эти штуки, они однозначно звучат по-мужски. Если вы ходите в спортзал, вот либо экстра, либо голст берете, моетесь, помимо того, что здесь указано, что это для мужчин, это и пахнет абсолютно по-мужски, вот так вот, как, каким мы привыкли воспринимать свежие, такие освежающие, свежие освежающие, это одно и то же, ароматы. Вот это именно так и пахнет. Вот, ребята, этими наблюдениями я хотел с вами поделиться. Напишите в комментариях, мне будет крайне интересно, возможно, вы уже пользовались чем-то из Шоген, разделяете ли вы вот то, что я вам рассказал. Мне будет крайне интересно, если вы напишите о своих наблюдениях, возможно, вам встречался какой-то гель для душа, который продается в бюджетных линейках, неважно, каких марок, но при этом очень сильно напоминает какой-то хороший, достаточно дорогой парфюм. Поделитесь этой информацией, это будет интересно и мне, и подписчикам, которые читают данные комментарии. Если заинтересовались маркой Шоген, то ищите ее на маркетплейсах и в Литуале, как я уже сказал. У них есть еще свой сайт, и, по-моему, через их сайт тоже можно купить, но я только один раз был на сайте Шоген, и, если мне не изменяет память, он выполнен по типу, как это называется, лендинг, да? Ну, когда одна страница, а нет, я вам вру, там несколько... Короче, чтобы я вам сейчас не брал, просто зайдете на сайт Шоген, посмотрите и цены, потому что за 400 миллилитров это стоит, как некоторые гели для душа 250 миллилитров. Ну, и будет настроение, будет интерес, попробуете, напишите. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик, ребята. Это был ролик, благодаря моей подруге, который назывался «Предварительные ласки». Всем удачи, больших успехов и в жизни, и в спорте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok